Шалом, мои дорогие друзья! С вами Равин Каплан, и мы сегодня поговорим о недельной главе Торы Ваяхи. Это двенадцатый и последний раздел книги Берешит, и в нем 12 сыновей Якова становятся двенадцатью коленами Израиля. Глава, дорогие друзья, начинается с того, что написано «Жил Яков», а заканчивается «Изжил Юсеф». Но в отличие от Иосифа, о котором сказано «Жил Юсеф 110 лет», про Якова сказано «Изжил Яков в земле египетской 17 лет». Так что из 147 лет своей жизни он прожил только 17 лет в Египте после того, как снова встретил Юсефа, и его тяготы закончились. Как он сказал фараону в предыдущей недельной главе «Дни лет моего проживания» – 130 лет. Немногие и плохие были дни лет жизни моей. То есть первые 130 лет были временем проживания, а не жизни. Что же имеется в виду, дорогие друзья, и какие итоги всей книги Берешит, мы можем сегодня подвести. Давайте попробуем разобраться. Начнем мы с того, что Юсеф от рождения был любимым сыном от любимой жены. «А Израиль любил Юсефа более всех сыновей своих и сделал ему разноцветное одеяние». Так написано в Торе. «И знал с юности, что он, Юсеф, избран нести наследие отцов, и что нечего опасаться, что он будет отвергнут, подобно Ишмаэлю и Исаву. Пророческие сны предсказывали ему будущее, и что он, что бы он ни делал, Всевышний давал ему удачу. Так уверенность и любовь, которую он получил от отца в детстве, заложили в нем важное качество – умение безоговорочно полагаться на Творца. Яков же до 70 лет жил в тени своего брата Исава, который был любимым сыном Ицхака. Даже при рождении Исав опередил его, вся первая половина жизни Якова проходит в страхе оказаться отвергнутым. А вдруг, например, продолжателем традиции окажется не он, а Исав. Поэтому он выкупает у брата первородство и становится человеком кротким, живущим в шатрах. И все равно Исав едва не получает благословления, и лишь находчивость его матери Ривки избавляет Якова от жребия и участи Ишмаэля. Таким образом, Яков живет в постоянном напряжении, опасении, что он не достоин нести наследия отцов. Ведь даже благословление ему пришлось получить, так сказать, обманом. «И когда он бежит от Исава в Харан, и Всевышний впервые открывается ему и обещает его хранить, Яков все равно опасается и дает обет, что если Всевышний будет с ним, и по возвращении в Харан, то и камень этот, который я поставил памятником, будет домом Всевышнего. А из всего, что дашь мне, я дам тебе десятую часть». Даже после того, как Творец открывается ему Яков, остается в сомнении, и не лишится ли он защиты проведения по возвращению в Харан. И не перейдет ли она, то есть наследство, к Исаву, остающемуся близ Ицхака и выполняющему заповедь почитания родителей. После побега от Лавана, сражаясь с ангелом Исавой, Яков вынуждает того благословить его и подтвердить прежнее благословление. И все равно, дорогие друзья, перед встречей с Исавом он не чувствует себя достойным защиты Творца, «Не достоин я всех милостивых и всех благословлений». Даже и по рождению Бениамина, когда завершается появление, так сказать, двенадцати колен, Яков пребывает в опасении, что его род не достиг цельности. Поэтому исчезновение Иосифа становится для него знаком, что Всевышний отвергнулся или отвернулся от него. Ведь тогда действительно Дух Святости оставил его, и он не был способен увидеть, где находится Иосиф, а Всевышний не открывался ему целых двадцать два года. Яков полагает, что оказался отторгнут, подобно Ишмаэлю и Исаву. И тогда, когда находится Иосиф, и Яков оказывается в Египте, в окружении двенадцати сыновей, каждый из которых праведен и несет на себе наследие отцов, лишь тогда он успокаивается и позволяет себе прожить семнадцать лет в полной уверенности, что Всевышний не отвернулся от него, и что он действительно праотец нашего еврейского народа. Но и теперь остается неваловажная деталь, требуемая, чтобы приобщиться к числу праотцов погребения в пещере Махпела. Покуда Яков в ней не похоронен, останется опасение, что там будет погребен Исав. Посему, дорогие друзья, когда дни Якова приближается к концу, он призывает Иосифа. И подобно деду, как Авраам с Элеэзером, прежде чем отправить того в Падан-Арам за невестой для Ицхака, говорит, положи руку твою под бедро мое, не хорони меня в Египте, «И дабы лечь мне с отцами моими, вынесешь ты меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице». Однако Иосиф не кладет руку ему под бедро, а лишь произносит, «Я сделаю по слову твоему». В конце раздела, дорогие друзья, Иосиф также заклинает сыновей Израиля вынести его прах из Египта и похоронить в земле Израиля, о которой Господь клялся Аврааму, Ицхаку и Якову, но не в пещере Махпела. Лишь тот, кому открывался Всевышний, кому, он обещал землю Израиля достоин того, чтобы быть похоронен в пещере Махпела. Сыновья Якова не испытали божественного откровения, и это та разделительная черта, дорогие друзья, которая отличает их от поколения праотца. У них нет той особой связи с пещерой Махмелой и землей страны Израиля, которая была присуща праотцам. Поэтому, в отличие от Якова, Иосиф не требует, чтобы его останки были отнесены в страну Израиля сразу после смерти. Это должно произойти позднее, когда настанет обещанное избавление и когда наш народ покинет Египет. Лишь тогда останки Иосифа будут преданы погребению в стране Израиля, ибо он часть народа Израиля, а не только его праотцы. Глава начинается со слов «Ваяхи Яков» и «Жил Яков». Интересно, что гематрия слова «Ваяхи» 34 пишет Балату Рим. 34 – это два раза по 17. Что значит «это два раза по 17»? Всю свою жизнь Яков оценивал в каком-то смысле по Иосифу. 17 первых лет, когда Иосиф был рядом с ним, и 17 последних лет его жизни, когда он жил в Египте возле Иосифа. Это жизнь Якова. Все остальное – существование. Тора указывает нам, что Иосиф всегда был и остается для Якова любимым сыном от любимой жены. Подведем итоги сказанного. Итак, каждая из 12 имен данных частям, на которые разделены каждая из книг Торы, заключает в себе сквозную тему и сущностное значение многообразных повествований. Если это 12 названий мы прочтем подряд, подобно некому ключу или коду, то получим своего рода изложение всей истории человечества и нашего народа, раскрывающая цель, во имя которой мы сотворены. Описание, как душа из духовной сущности преображается в человеческое существо, действующее в мире физическом, как мы должны заботиться, дорогие друзья, о собственном совершенстве и совершенствовании окружающего нас мира. И, наконец, о том, чтобы исполнить ту миссию, что предназначена нам в этой жизни. История человечества, сведенная к 12 словам, названием глав книги Берешит, выглядит следующим образом. Берешит — это цель, ноах — это спокойствие, лех-леха — это странствие, вайра, это видение, хаей-сара, это одобрение, талдот — это порождение, ваяце — это хождение, вайшлах — это поручение, ваяшеф — это объединение, мекец — это окончание, вайгаш — это союз, ваяхи — это жизнь. Высшее выражение того, что творение исполнило свою цель в вечную жизнь, ваяхи — и жил, который есть отличительным признаком последней фразы и эры Машиеха. Смерть — феномен, укорененный в самой природе, того мира, в котором мы сегодня живем. Это императив, давящий или заканчиваясь над конечной временной природой всякой физической сущности. Но физическое не всегда обречено на умирание. Мир, каким его сотворил Всевышний, обладал качеством в вечной жизни. Смерть пришла в него только с первым человеческим прегрешением, с первым разрывом между Всевышним и его творением. В мире, едином с Богом, пребывающим в совершенной гармонии со своим источником, ничто не будет прерывать поток жизни, изливающийся от Творца к творению. Ваяхи, дорогие друзья, описывает уход Якова из жизни. Раздел мира между детьми, его смертью и похорон. Однако название раздела, слово, которое вбирает в себя его сущ, означает «изжил Яков». То есть ваяхи выражает ту аксиому, что в действительности отец наш Яков не умер. Так сказано в Талмуде Таанит 5b. Жизнь Якова продолжается, ибо эта жизнь в постоянном непосредственном чувствовании мира. Жизнь как творение, как гармония со Всевышним связь. Имена, названия раздела в первой книге Торы, дорогие друзья, от Береши до Ваяхи открывают нам главную истину нашего существования. Жизнь имеет цель, которая заключается в том, чтобы удовлетворить, так сказать, божественное желание обрести обитель на земле. Душа снисходит на землю, наделенной видением Всевышнего и способностью соединить это видение с собственной сутью и характером личности, которая наделена этой душой. Человек должен осветить свою жизнь, дорогие друзья, богоугодными действиями, выйдя за границы своего естественного окружения и продлив себе за счет того, что силы и способности, данные ему, передаст другим. Он должен трудиться над тем, дорогие друзья, чтобы не только подчинить, но и преобразовать реальность. Наши усилия соединяют мир со Всевышним. Наша жизнь в чистоте и вечности есть предельное выражение божественности в человеке. Этого я нам всем и желаю достигнуть этой цели. Будьте здоровы! Браха вас лаха! Много сил! Шалом! Ваш Равин Капла! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok